Поделиться красотой под таким девизом в библиотеке имени Горького открылась выставка работ митрополита Рязанского и Михайловского «Марка». Это третья персональная выставка автора, она называется «Откровение премудрости». Если хотя бы кому-то эти фотографии, их рассматривание принесут радость, то для меня это будет как раз исполнением желания, поскольку самое главное – это ваша радость и совпечастность к славе Творца. Спасибо всем вам! Более 30 фоторабот раскрывают красоту небросской природы средней полосы России. Ни к одной из них нет подписи. Это отличительная черта работ митрополита. Известно, что делает он их в путешествиях по всей стране, однако каждый зритель узнает в снимках свои родные места. Есть знакомые места – река Проне, я так заметил, вроде как она. Ну так, вот эти вот, кстати, здесь снопы сена, они тоже по дороге как раз вот мы ездим часто в Пронск. Вот там эти вот как раз, наверное, были и сфотографированы. Митрополит Рязанский Михайловский Марк с детства увлекается фотоискусством. В школьные годы он ходил в кружок, в институте делал слайды на аппарат «Зенит», а затем на телефон. Возможность выйти, погулять с утра в 4-5 утра, когда в 6 утра, погулять по природе или днем, когда есть возможность, это радостно. И встречаешься в всякий раз природу как именно откровение Божие. Старое увлечение митрополит вновь вспомнил во время послушания и путешествия по миру. В 2016 году он представил свою первую выставку «Письма друзьям». Мне самой очень нравится такое искусство, как фотография. И немного знакома с творчеством митрополита Марка. Конечно, очень интересно, все очень реалистично, очень здорово. Знаю уже нашего митрополита как человека талантливого, высокообразованного, умного, умеющего и сказать, и писать. Очень симпатичные пейзажи, очень симпатичные ракурсы. Я просто поражен. Митрополит Марка говорит, что в своих работах старается отразить гармонию окружающего мира и напомнить о мудрости творца. Посетить выставку может каждый желающий до конца ноября. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok